добрый день уважаемые мамы папы сегодня у нас очередное интервью и скажем так вы присутствуете при уникальной встрече сегодня за нашим столом ну скажем так представитель классической традиционной медицины доктор это я и представитель ну скажем не совсем традиционного подхода к здоровью человека и сэфа и вот мы поговорим о тех вопросах которые в этих методах которые в нашем центре используются и а в общем-то многом другом и вот сэф первый вопрос ну вот для меня как доктора который которого учили много лет о том что вот все нематериальное по отношению к здоровью человека вопрос то быть не может и вдруг вот я столкнулся с тем что я вижу на самом деле что это не только может быть но и очень так скажем эффективно может быть на вопрос наверно вопрос который хотят задать все мамы которые нас слушать на не боятся а я вот осмелился скажи пожалуйста а как ты это делаешь аркадий вы задаете наверно самый сложный вопрос какие только можно придумать ну я естественно скажу что вы не первый кто этот вопрос задает как бы среди моих пациентов были те которые специально приходили и они вот лежали и в чувствовались чтобы понять а что же собственно происходит и надо сказать что никто ничего не понял и вы знаете я вам наверное открою такой секрет я вам скажу честно я на самом деле тоже не знаю я сейчас объясню почему потому что знание это в общем-то как бы свойства разума то что происходит вот когда я скажем кладу руки на человека и он выздоравливает одно к разуму отношения не имеет это какой-то фактор связанные скажем так со свойствами тела со свойствами мира и со связью между телом и миром очень условно можно провести такую аналогию я как так сказать бывший математик и бывший компьютерный инженер могу привести вот такой вот пример что тело наше можно рассматривать как жесткий диск для души то есть вот есть компьютер у него есть как бы наполнение скажем операционная система там всякие аппликации работающие да у него есть жесткий диск то есть это место на котором хранится вот вся информация то есть без него не будет работать никакая аппликация никакая операционная система собственно когда происходит как бы старт этого компьютера то берется тоже жесткого диска и вот представьте себе что как бы этот жесткий диск там скажем там поломался да там поцарапался или там на нем информация как-то испортилась да то есть компьютер работать перестает так чтобы его починить что нужно ну в идеале там иногда нужно поменять жесткий диск а иногда все гораздо более сложно да например это может быть вирус который там с интернета зашел или еще что-то да то есть как бы в работающий идеальный компьютер зашла чуждая ему информация и компьютер собственно перестал быть здоровым он стал больным так вот чтобы сделать его снова здоровым что нужно в первую очередь нужно во первых убрать эту чуждую информацию раз а во вторых как бы вернуть ту изначальную информацию которая так делала его здоровым вот если так сказать вкратце и очень условно то вот это вот примерно то что происходит тогда вопрос и следствие ответы но нам еще более сложно вот сф на твой взгляд почему у совершенно здоровых родителей рождается нездоровый ребенок это что нарушение программы генетический слом ошибка медиков что это в чем причина ну во первых причин есть множество да бывает генетический слом у некоторых опять же что такое генетический слом это отдельный вопрос да это тоже порча той же самой информации то есть это вполне поправим во многих случаях потом до бывают ошибки медиков вот как мы например сегодня наблюдали да то есть скажем ребенок был вполне здоровым но неправильно приняли роды и раз травма и все и ребенок уже как бы не развивается да бывает просто вот ходит мать беременная да там и на каком-то сроке например заболевает гриппом вот проехал в автобусе гриппом заболела да вот никто не виноват просто вот все равно что идти пешеходному переходу и машина сбила примерно на таком же уровне поэтому совершенно здоровых родителей могут рождаться такие дети просто из-за чего ну точно так же как у здоровый человек идет пешеходному переходу сбивает машину он становится нездоровым хотя при этом он был как бы нет никаких внешних причин да вот это к вопросу о том что очень часто и нам сообщают родители друг другом делятся мамочки что обвиняют мать в том что ее ребенок родился вот не такой как все родственники семья муж и так далее вот интересно на твой взгляд роль вот близких окружения вот мамы в рождении здорового ребенка они вообще это имеет какое-то значение в том что ребенок может родиться нездоровым да играют конечно очень большое значение потому что например мать заболела гриппом да собственно дальше есть два варианта потому что многие болеют гриппом во время беременности а дети больные рождаются далеко не у всех да если мать здорова если она весела уверена в себе она хорошо кушает и так далее на чувствует поддержку окружающих то скорее всего и иммунная система справится с этой заразой и как бы с ребенком ничего не будет эта зараза до него просто не дойдет а если мать все время находится в средствовой ситуации ее постоянно шпыняют она постоянно в себе не уверена она не уверена в завтрашнем дне то ее иммунитет естественно ослабевает и как бы просто тот самый вирус который в общем то не должен был попасть к ребенку он к нему таки попадает и рождается больной ребенок так что да окружение играет огромную роль поэтому когда они обвиняют мать лучше бы они сами себя обвинили на самом деле хорошо бы чтобы наше интервью услышали не только мамы но и члены их семей я думаю что вот как бы надо постараться до них эту информацию довести дабы не обвинять мать и поддержать ее в такую в общем то достаточно тяжелый период и такой вопрос и сэф вот исходя из аналогии организма с компьютерами жестким диском что получается скажем слом программы или там нарушение вот в жестком диске условно это приговор или но если мы говорим в общем или мы говорим конкретно про этих детей мы говорим про детей которые вот которые болеют которые к нам обращаются потому что да потому что принцип на самом деле один то есть как бы тот же принцип работает для больного ребенка для больного взрослого для больного кого угодно даже для больной кошки да то есть в общем это может быть приговор может быть не приговор это зависит от того насколько как как бы разрушение прошло уже внутрь физического тела. Вот, например, скажем, если ребенок рождается с тяжелейшим ДЦП, изначально уже как бы с рождения у него есть эпилепсия, у него есть микроцефалия, у него есть еще там бог знает что, то, скорее всего, этот ребенок полностью здоровым не станет. Его можно хорошо улучшить, но полностью вылечить, скорее всего, нельзя. Из-за чего? Из-за того, что погибает просто очень много физических клеток. То есть физического материала просто не остается. То есть то, что остается, это можно как бы восстановить, разрастить. То есть, скажем, если осталось там, допустим, достаточно нервных клеток, то новые нарастают, и старые как-то восстанавливаются. А если они просто погибли, то их просто нету. Это вот точно так же, как, скажем, с органами. Например, печень, да, есть больная печень, ее можно лечить, с ней можно работать. Печень – очень благодарный орган, она замечательно заживает, даже, скажем так, при последних стадиях онкологии. Да, классическая медицина подтверждает. Я не знаю про классическую медицину. У нас были пациенты, которым классическая медицина отставляла уже месяц жизни, и которые, так сказать, сегодня живы, и, в общем, со снятым диагнозом. Вот. А есть, скажем, ну, это если он есть физически, этот орган, а вот если эту печень взять и удалить, да, то как бы уже не с чем, все, уже не с чем работать, да. Ну, печень – это плохой пример в данном случае. Если печень удалить, то человек умрет. А вот, скажем, если почку, значит, вот, скажем, если почку удалить, то там не с чем работать. А вот если почку, скажем, отрезать, то есть часть, да, например, так бывает при онкологии, у нас такие случаи тоже были, то почка замечательно умеет, как бы, восстанавливать свой первичный объем и даже разрастаться. То есть, скажем так, одна почка может увеличиваться настолько, чтобы компенсировать, так сказать, отсутствие второй. Ну, и ее функции, соответственно. И, соответственно, ее функции, да, восстанавливаются. То есть, насколько я понимаю, вот, слова, да, значит, самое главное – это правильно поставить задачу. То есть, правильно поставить задачу мы исцеляем или мы улучшаем качество жизни до такой степени, что, ну, ребенок может функционировать, или, скажем, больной человек может функционировать, гораздо лучше, чем до того лечения, которое мы проводим, да? – Совершенно верно, да. Ну, собственно, это, как правило, можно сказать. То есть, например, если приезжает ребенок, у которого аутизм, без эпилепсии, без ДЦП, то, как правило, такие дети выходят и, в общем, потом дальше нормально развиваются. – Кстати, вот к вопросу об аутизме. – Скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, вот классическая медицина, она как бы вот даже не воспринимает это как диагноз, но очень большой спектр – аутизм, аутический спектр, аутическая склонность, задержка развития и так далее, и так далее – это одно и то же, это разное, это вообще проблема какого уровня? – Смотрите, это все проблемы уровня, так сказать, органического повреждения мозга, той или иной степени, в том или ином месте. Классическая медицина, к сожалению, обладает очень ограниченным, так сказать, набором инструментов для того, чтобы определить причину. Поэтому они начинают, так сказать, ставить настоящие диагнозы, если вот они, скажем, сделали МРТ, увидели там какую-нибудь энцефалопатию, да. А бывают ситуации, когда, скажем так, разрешающие силы прибора не хватает, то есть повреждения, которые есть, они просто не видят. То есть его просто вот на этом приборе, его не видно, то есть нужны какие-то более совершенные методы. – Но это не значит, что его нет. – Совершенно верно. Но как бы поскольку они не видят, они говорят, нет, мы этого не видим, значит, этого нет, значит, это аутизм. То есть все, что они не видят, они называют словом аутизм. – То есть получается, что аутизм – это что-то такое, непонятно на что. – Ну, примерно так, с их точки зрения. – И когда вопрос, вот, скажем так, дети, да, с которыми ты работаешь, вот твои способности позволяют в этом разобраться? – Да, собственно, одна из моих возможностей – это как раз понять, что же именно произошло с ребенком, и, соответственно, заживить это. То есть как только заживают вот эти вот повреждения, ребенок становится, ну, как обычный. – И тогда вопрос вот такой очень, ну, наверное, мы увидимся еще и за одним столом встретимся, я надеюсь, не один раз. Посмотрим, как вот наши мамы отреагируют, какие будут вопросы. И вот в заключении у меня такой вопрос. Мои коллеги очень часто, ну, практически, наверное, во всех случаях в столкновении с такими детьми говорят о том, что вот все это, как бы, вот, что вы хотите, у вас вот такой ребенок, он такой и будет, оставьте его в покое, вы все равно ничего не сделаете. Вот что бы ты сказала мамам и родителям, которые вот это слышат, которые с этим сталкиваются? – Вы знаете, это очень вредная установка, потому что она заставляет многих матерей опустить руки и вообще ничего не делать. А на самом деле во многих случаях, даже без того, чтобы там кто-то из нас вмешивался, многие повреждения заживают сами. То есть вот ребенок растет, его иммунитет укрепляется и как бы справляется с проблемой. И тогда ребенок, который был аутистом, скажем, в возрасте трех лет, к возрасту десяти он практически как бы компенсируется за счет того, что его организм сам справился с этой проблемой. Это не такое же редкое явление. И поэтому как бы с ним необходимо заниматься. И матери, которые вкладывают и занимаются, они видят отдачу гораздо быстрее, чем те, которые не занимаются. Потому что, скажем так, ребенок, который начинает быть обучаемым в 10 лет, и если им никто не занимался до этого, то это практически бесполезно. То есть он к 10 годам настолько уже отстал по своему развитию, что чтобы догнать, ему, я не знаю, какие усилия нужно приложить. Поэтому вот эта установка, что типа уже махните рукой, это уже мусорный ребенок, выкиньте его, это очень вредная установка. И я считаю, что просто врачи не имеют права это произносить. Ну, оставим это на совести врачей. А вот на совести мам, я думаю, что нужно как раз, чтобы они это услышали. И, насколько я понял, задача мам, она постоянно, ежедневно заниматься развитием своего ребенка, вот все время тратить на это. А в ситуации, когда нужна, ну, скажем, наша помощь или наша консультация, мы всегда готовы прийти. И, ну, вот это что-то похоже на какой-то толчок, который даем. Остальное же делают родители. А дальше дети просто становятся обучаемыми. То есть, собственно, вот вчера мы наблюдали такого ребенка, да, который молчал абсолютно, и вдруг вот он стал произносить слоги, вчера он произнес слово «мама», он стал делать много как бы разных вещей. То есть сейчас, если с ним начать заниматься, например, дефектолог, логопед, да, то он просто уже догонит свой возраст. То есть все как бы в руках родителей. И, насколько я понимаю, что вот ситуация, ощущение веры в то, что их ребенок будет здоровым, вот это, наверное, такой вот основной стержень, который приводит к излечению. Да. И не только это. Вы знаете, мы видели, что многие дети, вот из тех, которые приезжали к нам, скажем так, в весьма плохом состоянии, по излечению, оказывалось, что они очень талантливые. То есть это означает, что во многих из этих детей как бы скрыты таланты, и просто жалко, что если ими не заниматься, то это все уходит как бы в песок. То есть такие дети чаще всего, это дети необычные, и разовьются ли их способности или нет, это, в общем, в руках родителей этого ребенка, да, правильно ли? В первую очередь, конечно, да, потому что родители при нем, и родители за него отвечают, и, собственно, родители те, кто, так сказать, готовит его будущую судьбу. Ну, вот, наверное, на сегодня мы исчерпали объем вопросов. И, Сэф, большое спасибо за это интервью. Это вам спасибо за интересные вопросы. За то, что вот это озвучилось. Я надеюсь, что нас услышат, примут к сведениям. Ну, и если появятся какие-то вопросы от мам, то не за горами наша следующая встреча. Спасибо и до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова